с вами николай пименко в проекте дата сегодня 9 ноября международный день против фашизма расизма и антисемитизма в 1938 году в этот день прошла так называемая хрустальная ночь или ночь разбитых витрин в ночь с 9 на 10 при поддержке нацистских властей десятках городов на территории германии австрии были организованы еврейские погромы они стали первой массовой акции физического насилия третьего рейха по отношению к евреям нацисты убили более 90 человек 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря в берлине погромщики гражданской одежде сожгли 9 из 12 синагог при этом пожарные как отмечается не принимали участие в тушении пожаров согласно оценкам историков практически полное отсутствие реакции на погром как внутри самой германии так и в других странах европы фактически развязала фашистом руки и послужило стимулом к началу массового уничтожения европейских евреев у родившихся в этот день 1818 год в этот мир приходит иван тургенев писатель реалист поэт публицист драматург переводчик один из классиков русской литературы он отличался очень крупной головой когда после смерти писателя его мозг взвесили оказалось что он весит около двух килограммов что намного больше чем у обычного человека однажды говорят тургенев спровоцировал льва толстого на дуэль на пистолетах к счастью тогда все обошлось а лев николаевич как-то писал одно в чем он мастер такой что руки отнимаются после него касаться этого предмета это природа две три черты и пахнет а ведь прав классик сильный ветер внезапно загудел в вышине деревья забушевали крупные капли дождя резко застучали зашлёпали по листьям сверкнула молния и гроза разразилась дождь палил ручьями 1885 год в этот мир приходит велимир хлебников русский поэт и прозаик один из крупнейших деятелей русского авангарда входил в число основоположников русского футуризма еще раз и еще раз я для вас звезда горе моряку взявшему неверный угол своей ладьи и звезды он разобьется о камни о подводные мели горе и вам взявшим неверный угол сердца ко мне вы разобьетесь о камни и камни будут над смехаться над вами как вы над смехались надо мной 1929 год день рождения александр пахмутовый великого композитора автора почти полтысячи песен народная артистка советского союза герой социалистического труда лауреат двух государственных премий ссср музыкальная одаренность проявилась еще в четырехлетнем возрасте когда маленькая девочка написала свою первую пьесу петухи поют в 53 с отличием оканчивает московскую консерваторию по классу композиции затем через три года аспирантуру ну а теперь всенародные хиты пахмутовый который мы не можем не вспомнить сегодня это только некоторая часть главное ребята сердцем не стареть беловежская пуща до свидания москва нежность орлята учатся летать и вновь продолжается бой как молоды мы были команда молодости нашей 1936 год день рождения михаила таля советского и латвийского шахматиста гроссмейстера восьмого чемпиона мира по шахматам ну а теперь о некоторых событиях этого дня 1789 год или крейк из городка бурбон что в штате кентукки впервые приготовил разновидность виски которую сегодня называют просто бурбон основное отличие его от европейского напитка заключается в том что сам бурбон производится из кукурузы они из ячменя и выдерживается в специальных бочках которые изготовлены из дуба и обожжены изнутри по специальной технологии именно это новшество и привнес элайджи крейк случайно заметил что выдержанные в обожженной изнутри дубовой бочки виски приобретает неповторимый аромат и вкус из риски производимого в сша может называться бурбоном только тот который произведен именно штате кентукки хотя он официально считается национальным напитком сша ну а мы с вами всегда помним что чрезмерное употребление спиртного опасно для вашего здоровья 1872 год сша инженер кристофер шоулс и его спонсор бизнесмен джеймс дэнсмор представили миру первую пишущую машинку с универсальным расположением букв которая сохранилась с небольшими изменениями до сих пор через год нью-йорке открылся первый магазин универсальных пишущих машинок где серийная модель стоила 125 долларов вскоре шоулс и дэнсмор заключили договор с фирмой ревингтон о массовом выпуске своего детища среди первых клиентов купивших машинку кстати был марк твен а первой рукописью художественного произведения которая была напечатана с ее помощью стала книга все того же марка твена жизнь на миссисипи 1911 год проходит успешное испытание первого в мире авиационного ранцевого парашюта rk1 конструкции глеба котельникова имя изобретателя известно всем кто хоть раз имел дело с парашютом в небе болтаются толпы бездельников что ж ты наделал товарищ котельников это поговорка парашютистов лучше всего описывает эволюцию парашюта от средства выживания до спорта и даже просто хобби 1957 год американский ученый физик гордон гулд в статье некоторые приблизительные расчеты целесообразности устройства лазер описал принцип работы лазерного излучателя само же слово лазер было составлено из начальных букв фразы light amplification by stimulated emission of radiation усиление света с помощью индуицированного излучения изобретение лазера относятся к одному из самых значительных открытий двадцатого века 1975 год на большом противолодочном корабле балтийского флота сторожевой который стоял на рижском рейде происходит восстание ночью управление кораблем захвачено замполитом корабля капитаном третьего ранга саблиным углубленное изучение в академии трудов классиков марксизма ленинизма утвердила его в мысли что власть ведет народ не тем путем морской офицер взял да и разработал детальную программу переустройства общества а выступал он за много партийной свободу слова и дискуссии изменения порядка выборов в партии стране корабль был естественно перехвачен пограничными сторожевыми кораблями и морской авиации всю вину за случившиеся саблин сразу же взял на себя по приговору военного трибунала он был осужден и впоследствии расстрелян 1989 год после падения коммунистического режима в гдр немедленно начинается разрушение стены ликующими берлинцами вскоре большая часть разобрана на сувениры сооружение берлинской стены одного из самых известных символов холодной войны началось в 1961 году поначалу это были главным образом проволочные заграждения которые затем превратились в бетонную стенку высотой до пяти метров с протянутой поверху колючей проволокой и со сторожевыми вышками ну прям тюрьма какая-то длина разделявший город стены была 45 километров плюс 120 вокруг западного берлина отделявших его от остальной территории гдр германской демократической республики но еще об одном событии подробнее 1799 год в такой же день только по-французски для того периода истории 18 брюмера восьмого года республики республиканский генерал наполеон бонапарт с помощью военных совершил государственный переворот ликвидировал режим директорий и объявил себя первым консулом получив при этом огромные полномочия наполеон назначал всех офицеров должностных лиц судей членов сената существенную роль в успехе переворота сыграл и ахим мюрад за что был достойно руки младшей сестры наполеона каролины а в будущем и титула короля неаполя после стремительного взлета на вершину власти наполеон постарался пристроить всех своих многочисленных родственников что же касается его братьев и сестер то у бонапарта была страсть награждать их монаршими титулами так жозеф стал королем испании луи королем голландии ажером женившись на принцессе вюртембергской получил титул короля вестфалии видимо наполеон был уверен что все могут короли кроме с вами был николай пивненко в проекте дата